Привет, друзья! Да, мы летим в США и да, мы хотим услышать ваше мнение, какие тачки там протестировать. Только не спешите сейчас писать в комментариях ответы, я чуть позже объясню, как это сделать удобнее. Сейчас немножко поделюсь планами и расскажу о том, зачем, куда мы едем и как это будет выглядеть. Итак, если вы подписаны на наши соцсети, я очень на это надеюсь, потому что Инстаграм и Фейсбук, как бы они у нас чуть для других целей, не для тех же, для чего канал, я имею ввиду по освещению информации. Там мы больше рассказываем о каких-то путешествиях, какие-то автопы. Так вот, если вы следите, вы заметили, что когда мы были недавно с командой во Львове, то у нас состоялась одна очень приятная, необычная, неожиданная для нас встреча. Нас пригласили в офис компании Turkish Airlines, украинский, он находится как раз во Львове. И оказалось, что люди, которые там работают, причем это и украинцы, и иностранцы, они смотрят наш канал, тоже являются подписчиками, вот от них поступило очень такое, скажем, интересное, неожиданное, опять же, предложение протестировать их сервис. Это компания авиаперевозчик, авиалинии международные пассажирские. Недавно они сдали в Стамбуле новый огромный аэропорт, достроили, и через него сейчас ринется огромный поток международного трафика. Говорят о том, что это новый уровень сервиса, что это новые возможности для пассажиров. И вот, соответственно, было бы глупо, скажем так, отказаться, поэтому мы выбрали направление, и это будут штаты. Соответственно, в июне мы с Ярославом тулим в штаты, с Turkish Airlines. Мы посетим Стамбул, летим через Стамбул, покажем вам новый терминал, покажем, как выглядят изнутри сервисы, качество сервиса Turkish Airlines. Пробуем разобраться, чем они лучше или хуже других, какие преимущества, ну и так далее. Но самое важное, все-таки другое, важно, куда и зачем мы летим. Мы летим в Лос-Анджелес. Мы летим в Лос-Анджелес, чтобы из него добраться до Soft Lake City, где будет проходить международный журналистский тест-драйв нового Мерседеса GLS. Вот, нас пригласили, мы там будем, мы снимем для вас тест GLS-а, мы покажем вам новую модель Мерседес GLB, это абсолютно новая модель, что-то среднее между GLA и GLC. Вот, ну и, конечно же, ждать 15 часов в одну сторону только ради двух машин, это смешно. Вот мы решили, скажем, откликнуться на регулярные ваши просьбы протестировать американский автопроб. Ну, не весь, конечно, выборочно, хотя бы там несколько интересных машин. Тех машин, которые сейчас популярны для пригона со штатов, для покупки с аукциона. И вот нужно определиться. Мы нашли сервис, так называемый, Turo.com, который позволяет нам, американцам онлайн сдавать в прокат их машины. Соответственно, мы можем там взять практически любые автомобили на прокат, там, от одного дня. В общем-то, цены достаточно меняемые, в общем-то, потянем мы это все. Так вот, почему вообще этот вопрос звучит? Потому что, условно, автомобили, которые там предлагаются, можно поделить на две группы. Первая – это недорогие и не совсем новые модели, которые являются самыми популярными для пригона из США. Ford Fusion, да, это как американская версия Mondeo. Американская Camry, которая отличается сильно от нашей, там, Jetta, Kia Optima и так далее. Вот, все эти машины очень запрашиваемы, потому что здесь они официально не представлены в том виде, в котором продаются в Штатах. И для людей, которые хотят пригнать себе такую машину, не глядя, да, вы знаете, что большинство машин приезжают с аукциона, купленные онлайн. Люди хотят увидеть их обзор. Вот. С другой стороны, на этом сервисе есть куча американских эксклюзивных тачек, которые не особо популярны у нас, вряд ли будут здесь популярны, но которые очень интересны. И тоже мы здесь их никогда, наверное, не протестируем. Это Charger, Challenger, Mustang, ну и тому подобное. Так вот, давайте определимся. Потому что, я думаю, мы максимум сможем машин 5 протестировать, поснимать. Все-таки на что делать акцент? Для того, чтобы мы успешно провели этот опрос, у нас на сайте есть особый механизм. Я ссылочку прямую брошу в описании к этому видео. Переходите с мобильного или с компьютера и видите форму, в которой выбираете марку, выбираете модель. Обратите внимание, что можно выбрать попеление, разные года выпуска и нажимаете «Посоветовать». Соответственно, вы можете так советовать несколько машин и, может быть, если вы хотите увидеть тест, к примеру, там и какой-то скучной тачки, и какой-то эксклюзивной, можете две показать. Потом мы увидим статистику и будем определяться. Я, как всегда, не могу гарантировать, что вот ваше желание сбудется, но для нас результаты этого опроса будут, я надеюсь, решающими. Ну, не надеюсь, так и будет. Вот. Что интересно еще о нашей поездке, опять же, откликаясь на ваши просьбы, мы обратились в компанию, которая занимается пригоном этих тачек. Зачем? Потому что мы хотим рассказать не только непосредственно об ощущениях своих от этих машин, но и о том, сколько они в итоге будут обходиться, если их пригонять там битыми или бушными, сколько они плывут, какие есть там условия поставок, сколько стоит сама доставка, какие гарантии и так далее. Поэтому мы искали, как бы уделили там определенное время партнера, который нам с этим поможет. Это будет компания Seven Motors. Я надеюсь, никто не возражает из тех, кто с ними сталкивался, потому что именно по опросам знакомых мы эту компанию выбрали. Соответственно, прямо там, в Штатах, во время обзора мы будем к ним обращаться, они нам будут просчитывать стоимость доставки этих машин, посоветуют, на какие машины тоже обратить внимание и, соответственно, расскажут все эти условия и подводные камни пригона из Штата. Приблизительно все. Летим мы в Лос-Анджелес, берем там тачку, снимаем ее в день, садимся на самолет, летим в Вегас, снимаем следующую тачку, условно, автомобиль номер два. И снимаем не только автомобиль, снимаем наши приключения, которые, несомненно, будут, нас найдут. Снимаем какие-то достопримечательности США, причем будем делать акцент не на что-то там попсовое и сбитое, а на что-то, что вы точно еще не видели. Вот, и таким образом будем двигаться по Штатам, перелетать внутренними рейсами и брать новые-новые машины. Кроме Мерседесов двух, это, скорее всего, будет там от трех до пяти еще американских автомобилей, в зависимости от того, что вы нам посоветуете. Итак, до нашей поездки в июне на канале еще у нас выйдет, я очень надеюсь, тест BMW X7, который мы берем здесь, специально перед поездкой в Штаты, чтобы сравнить потом новый GLS с новым BMW X7 и прокомментировать плюсы-минус этих машин. Вчера мы с Яриком снимали целый день Porsche Cayenne Coupe, это будет тоже эксклюзив, потому что до сих пор нормальных обзоров этой тачки нету, выйдет он, скорее всего, в среду. В ближайшее время вы увидите еще, что почем и про Elantra, про Evoque новый, ну и что-то, что еще, может быть, успеем наснимать. Вот как-то так. И сейчас я очень жду от вас комментарии, советы, пожелания по этой поездке, потому что мы все еще планируем маршрут, мы все еще планируем график, то есть мы прилетаем точно в Лос-Анджелес, потом мы добираемся за несколько дней в Salt Lake City, потом у нас будет еще несколько дней. Если посоветуете что-то интересное, возможно, мы это и выполним. Если там будет много желающих встретиться с нами в Лос-Анджелесе или в Вегасе или в Salt Lake City, то мы тоже попытаемся это организовать и как-то втиснуть в наш график. Вот, если знаете какие-то подводные камни этих сервисов проката автомобилей или еще что-то, обязательно пишите, все перечитаем, как всегда. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Чем больше у нас подписчиков, тем больше новых интересных тачек на тестах. Спасибо!